Мы проводим на работе значительную часть своей жизни. Одни сидят за столом, другие стоят за барной стойку, плиты за креслом парикмахерской. Каждый труд – это специфическая многочасовая нагрузка, которую нужно компенсировать. Учтите это, выбирая, каким видом фитнеса заняться. Перед тем, как идти в спортзал, ответьте себе на несколько вопросов. Во-первых, разберитесь, какие задачи стоят перед вами – похудеть, сделать красивое тело или и то, и другое. Бодибилдинг – это направление, которое основывается на построении тела при помощи занятий с отягощениями. Различают бодибилдинг соревновательный и оздоровительный. В основном распространен оздоровительный бодибилдинг. Для бодибилдинга не обязательно заниматься специальными программами. Главное – иметь желание, а программа тренировок может быть составлена только для улучшения фигуры в целом. В тренажерном зале всегда находятся специалисты, готовые помочь в любую минуту и показать, как правильно делать нужные упражнения. Еще одно популярное направление – это пилатес. С него, как с начальной подготовки, очень хорошо начинать молодежи, взрослым людям, пожилым людям, имеющим какие-либо отклонения в опорно-двигательном аппарате. Упражнения, входящие в систему пилатес, направлены на тренировку не только крупных мышц тела, но и мелких, которые часто остаются незадействованными при занятиях спортом. Таким образом гармонично развиваются все группы мышц, улучшается подвижность и гибкость суставов. Эффекты тренировок по системе пилатес остаются на длительное время, но виден не сразу. Пилатес можно использовать как физическая нагрузка для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, которые не могут в силу своих физических кондиций заниматься встягощениями. Они могут спокойно получать нагрузку, дозированную нагрузку при помощи средств пилатес. Многие фитнес-клубы предлагают занятия по системе кроссфит. Это экстремальная система общей физической подготовки, основанная на чередующихся иногда случайным образом базовых движениях из различных видов спорта. Если дозировано использовать методы круговой тренировки, то можно достичь очень хороших положительных результатов. Один момент хотелось бы отметить. Если вы занимаетесь кроссфитом соревновательным, то есть вы участвуете в каких-то конкурсах, какие-то призы, то значение оздоровительного кроссфит теряет, превращаясь в соревновательный. То есть это становится обычным спортом. Если вам больше нравятся спокойные занятия, то абсолютно любой клуб предложит вам посетить йогу. Если вам нравятся движения, то тогда для занятий стоит выбрать динамическую йогу, например, Аштанага Виньясу. Если вам нравятся занятия в неспешном темпе, выбирайте статические виды йоги, классическую хатху и йога Айенгара, предполагающие спокойное и вдумчивое выполнение асан. Такие уроки дают ощутимую нагрузку на мышцы, вполне сравнимую с силовыми тренировками, а потому неплохо укрепляют мускулатуру. Но все же наш эксперт Ефим Просферин рекомендует начать с пилатеса. Это некий такой компромисс между очень глубокими духовными и медитативными практиками восточными, которые требуют полного погружения, с изменением рациона питания, с изменением взгляда к жизни и так далее. И между какими-то просто активными физическими упражнениями. То есть такая некая ступень. Еще некоторые инструкторы по йоге называют пилатес нулевой йогой. Ну, с такой позицией я не совсем соглашусь, как тренер по пилатесу. Никакая это не нулевая йога. Это отдельное самостоятельное направление, которое себя зарекомендовало, которое прошло из становления, доказало свою эффективность. Вы определились со своими задачами и приходите в спортивный зал. В хорошем заведении вам предложат консультацию врача на приеме, сделают элементарные манипуляции, проверят давление и общее состояние здоровья. Но если такого не произошло, вам придется сходить к доктору самому. Обязательно нужно обследовать состояние крови, состояние работы внутренних органов. По-хорошему снять ЭКГ, посмотреть сердце ваше, потому что вы можете не знать о тех проблемах со здоровьем, с которыми вы приступите к занятию фитнесом. И вы можете навредить себе занятиями. Следующий вопрос – выбор инструктора. Вы можете составить свой индивидуальный график. Например, ходить только на общие тренировки или выбрать персонального тренера. Я бы ориентировался не только на стоимость тренера, но и на его… на то, насколько человек развивается, на то, насколько человек вкладывает в себя, на то, насколько часто человек занимается самообразованием. Стоимость занятий в самарских фитнес-клубах абсолютно разная. Все зависит от статуса, разнообразия предложений и оборудования. Не везде обязательно покупать годовой абонемент. Если следить за акциями, то можно это сделать как минимум в несколько раз дешевле. Без проблем можно найти клубы, которые предлагают и ежемесячную оплату.